Умы людей как поле битвы, а дезинформация как оружие. Здравствуйте, меня зовут Мария Варакулина, это «Прямой разговор». Сегодня поговорим о том, кто и для чего пытается манипулировать вашим сознанием. Насколько это опасно и как защититься? Информационная война – это воздействие на гражданское население и или военнослужащих другого государства путем распространения определенной информации. Термин «информационно-психологическая война» был заимствован из словаря военных кругов США. Манипуляция массовым сознанием – один из способов управления людьми путем духовного воздействия на них через программирование их поведения. Это воздействие направлено на психологию подсознания человека, осуществляется скрытно и ставит свои задачи изменения мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе или одному человеку направлении. Я как бы в свое время испытал это, служил в Афганистане. Конечно, надо, во-первых, следить, чтобы дети меньше читали всю эту информацию. Родители должны уделять внимание этому. Ну, я считаю, что это опасно, потому что это все неправдоподобно, они нагнетают только обстановку. У некоторых одна политика, у других другая, поэтому я вот кого не слушаешь, один одно говорит, другой другое, третий, третий. Я не знаю. В наше время очень сложно кому-то сейчас доверять, потому что тут непонятно, где правда, где ложь, поэтому тут никому нельзя доверять сейчас. Защититься, ну, просто знать, что мы граждане своей республики, и мы должны быть всегда за нее. Обязательно нужно пропагандировать свой прекрасный образ жизни, Беларусь, и не допускать все-таки ограничивать это влияние на наших людей, на наших молодежь. В семье должны разговаривать, должны быть сформулированы ценности, именно наши ценности, потому что есть чем гордиться. Не следить за негативной информацией, ни в соцсетях, ни где-либо. Я выбираю, да, что мне смотреть, что читать, и это важно, потому что у меня растет ребенок, и я хочу, чтобы он четко осознавал, да, где для него нужная полезная информация, а где это фейк и бред. Ограничивать доступ, да, для этого есть специальные службы, вот они этим и занимаются. Я вообще как-то сейчас живу так, что как бы радуюсь жизни, радуюсь миру, и все. И мне как бы эти источники информации, мне вообще как бы и не нужны. Нужно беречь свою родину, защищать всеми возможностями, всеми силами. Защитить, ну, включать мозг, прежде всего. Не поддаваться на провокации, панике. Люди, которые не умеют анализировать, люди, которые прислушиваются к откровенной лжи, делают абсолютно неправильные для себя выводы и идут неправильным целям. А это мы сегодня все видим на примере Украины, к чему это может привести. Для того, чтобы не поддаваться на эти лобки и провокации, во-первых, надо учить историю. Историю не ту, которую сейчас вещают по различным YouTube, Telegram каналам, а историю подлинную. Формировать свое мнение и свой взгляд на определенные вещи. Понимать, что за чем стоит, кто за чем стоит, какие силы. Ну и, наверное, в первую очередь не поддаваться эмоциям и слушать свое сердце. Хорошо, что есть среди нас те, кто вычисляет фейки на раз. Но, если бы все было так просто, информационные войны не имели бы никакого смысла. А именно о них сейчас речь. В наше время слово бывает эффективнее самого современного боевого оружия. Ведь именно оно в основе технологий манипуляции сознанием большого количества людей. О механизме этих манипуляций и целях нам рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Романовский. Некий набор информационных воздействий направлен на массовое сознание с тем, чтобы некие события воспринимались определенным образом и, соответственно, уже реализовывались в некие конкретные действия. Что мы видим сейчас? В условиях нарастающего противоборства между государствами в самых разных сферах, как на глобальном, так и на региональном уровне, значимость информационно-технических, информационно-психологических воздействий возрастает. И в комплексе они становятся важнейшими, я бы даже сказал, собирательными, синергетическими элементами большой стратегии воздействия одного государства или блока государства на другие. За примерами далеко ходить не надо. В памяти белорусов свежи еще те страшные дни, когда нормальные с виду соотечественники на глазах превращались в экстремистов и погромщиков. КОНЕЦ Вот наглядный пример реализации против Беларуси технологий гибридной войны, в их основе методики психологического воздействия на массовое сознание. О том, как это работает, нам рассказал заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь Андрей Богадель. Люди всегда подсознательно пытаются быть как все, то есть не выделяться из толпы и следовать за большинством. Это аксиопы. Они боятся стать изгоями в средстве проявления инстинкта самосохранения в обеспечении безопасности. Ну, всем известный так называемый стадный инстинкт или эффект. Все пошли. Я пошел. Все стали бросать камни. Я не удержался. Вот такое вот слепое, некритическое следование поведению большинства. Этакий конформизм. Чем больше толпа, тем выше чувство стадного эффекта. Человек теряет свое «я» и проявляется мнение толпы. Человеку очень сложно противостоять этой самой толпе. Логично, что теперь не масса объектов воздействия, а один объект управления. И здесь важен эффект заражения всего в этом едином потоке. Степень ответственности про это размывается. А тут нужна всего лишь одна спичка. Люди быстро расходят с ума толпы. А в сознание приходят медленно и поодиночке. И, как правило, очень и очень мучительно. Вот такая экономия. Зачем снаряжать армию и нападать на другое государство, когда можно подчинить себе разумы его граждан и добиться своих целей их руками? В ход тогда шли разные методики. Вот откуда, например, взялись те самые невероятные. Ну, само слово. Да оттуда же. Из методички западных шатателей режимов. Вы невероятные, светлые и чистые. А они оккупанты, фашисты, хунта. Перлаки очень так плотненько усваиваются. И ни у кого уже не вызывает вопроса, почему их стали так называть. Что за этим стоит? Почему вдруг внезапно ваша армия стала оккупантами? Почему ваш флаг стал олицетворением какого-то зла? Ну и дальше. Предложить любое решение проблемы, типа там, свету в президенты. Она проведет всего лишь перевыборы и ничего другого. Мы не боремся за власть. Мы за правду. Помните этот голос, который не дал никакого результата в интернете. Конечно, с тех пор у нас все изменилось. Беларусь усвоила уроки и провела работу над ошибками. Давно закрыты те лазейки, через которые к нам в головы пытались пробраться все эти невероятные лгуны. Но успокаиваться рано. Политический обозреватель Алексей Дзерман, с которым мы пообщались накануне, тоже так считает. Мы понимаем, что борьба продолжается. Никто нас в покое не оставит. Да, ушли ранее известные экстремистские ресурсы. Мы это поле зачистили справедливо, правильно, из-за того деструктивного влияния, которое они оказывали. Но святое место пусто не бывает. Обязательно туда будут приходить новые. Будут попытки создать опять новую сеть, инфраструктуру деструктива. И эти попытки уже вовсю реализуются. Как раз руками тех самых записных провокаторов, которые уже толкали в пропасть белорусов в 20-м. Они по-прежнему на работе. Только теперь перебрались поближе к своим работодателям, в Европу. Гомель затопила так сильно, что вода попадает в двигатели машин. В Гродненской больнице пациентов кормили просрочкой. В Лунининском районе загорелся автобус с пассажирами. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому. У Бреста на уезде в город появится триумфальная арка. Правда, надпись на ее и будет на русской мове. В Бресте неизвестные повредили шесть остановок общественного транспорта в новом микрорайоне Заречная. И вот еще одно место ржавой воды. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Делиться этим видео, так наш выпуск увидит больше людей. И что здесь такого? Это же просто новости? Возможно, воскликните вы. В том-то и дело, что нет. Это яркий пример манипуляции вашим сознанием. Все эти каналы лишь маскировка. Их названия просты и незатейливы. Местные новости, брестские новости, региональные новости и так далее. Это уловка. Способ втереться к вам в доверие. Обратите внимание на контент. Его основа – информация, взятая из других информационных источников, но выдернутая из контекста. Главное – негативного характера. То яма, то ржавая вода, то остановку повредили. Но вроде мелочи, а в большом количестве и в нужной подаче капает на умы и делает свое дело. Потихоньку. Тем более, что между ржавой водой и аварией можно и политическую новость подсунуть. Эта борьба направлена на то, чтобы посеять сомнения, сформировать противоречия, а также различные противоречивые версии, события, поляризовать общественное мнение. Обратите внимание на YouTube, как он ограничивает пророссийский и пробелорусский контент. И по интересам навязчиво подсовывает противоположную точку зрения. Борьба идет, по сути, по всем фронтам. Так есть видео очень популярно, но не соответствует пониманию толерантности и демократии, то вообще можно снести весь аккаунт целиком и по этому поводу не париться. Преднамеренно, чуть ли не вручную, снижаются просмотры соответствующих аккаунтов и видео на этих аккаунтах. Я уже не говорю работы, которые формируют отношения к конкретным передачам, роликам и прочей информацией. Прочитайте комменты, там все становится понятно. Сейчас мы находимся в глубокой информационной обороне, потому что нам не принадлежать ни YouTube, ни X, ни Twitter и прочие инстаграмы. А вот пример вброса очередного фейка. Этот мужчина рассуждает о том, согласятся ли белорусы рыть окопы за 15 рублей. Какие окопы, где, почему, а не важно. Главное влить в головы аудитории эту инфу, чтобы думали, что это правда. И ведь это только начало. Что же делать? Вот мнение заместителя начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной Академии Республики Беларусь Андрея Богаделя. Нужно развивать критическое мышление. Важно учиться работать с информацией и, прежде всего, с первоисточниками. И фильтровать не только что читаем-смотрим, но и что размещаем, о чем пишем в комментариях и социальных сетях. Тогда даже в условиях информационной перегрузки всегда можно найти правду и не стать легкой жертвой информационной, когнитивной или той самой ментальной войны. Но не быть на ней солдатом, поверьте, прят ли, у кого-то получится. Эту тему мы продолжим с нашими экспертами. Начальником отделения Побресской области Белорусского института стратегических исследований Игорем Королем и аналитиком Сергеем Жуком. Здравствуйте. Давайте начнем с анализа актуальной обстановки в информационном пространстве. Он вообще проводится? Ну, конечно. Есть соответствующие государственные органы, которые занимаются мониторингом информационного пространства. Есть государственная политика в информационной сфере. И государство является, в принципе, субъектом, который формирует информационную повестку. С другой стороны, современное состояние информационного пространства, информационного поля предполагает наличие разных участников, в том числе и негосударственных акторов, негосударственных СМИ, групп интересов, некоммерческих организаций. К сожалению, большинство из них в 2020 году выбрали путь противостояния белорусскому народу, находятся за пределами белорусского государства, однако активно по-прежнему пытаются проникнуть в наше информационное пространство. Они для этого используют разные каналы коммуникации, прежде всего это телеграм-каналы, социальные сети, другие мессенджеры и так далее. Кроме того, наше информационное пространство, вот как уже достаточно давно говорил об этом президент, простреливается со стороны других государств, которые, естественно, преследуют свои интересы. Поэтому в текущих условиях защита наших национальных интересов в информационном пространстве является одним из приоритетов. Ну и нельзя забывать, что сегодняшний мир очень быстротечен. Те информационные потоки, которые сегодня существуют во всем мире и у нас в стране, они очень быстро меняют свои направления и свою тематику. Поэтому очень сложно иногда простому человеку сориентироваться в том, что он видит в своем телефоне, что он читает в интернете, что он видит по телевидению, читает в какой-то газете. Поэтому здесь очень важно, опять же, правильно понимать и трактовать все эти новости, которые он видит. Кстати, один из очень интересных ответов белорусского государства, республики Беларусь, это беспрецедентный уровень открытости органов государственной власти. Положительный опыт телеграм-канала «Пул первого». Этот опыт транспонируется на уровень областей, на уровень районов, когда мы фактически в онлайн-режиме видим, как реализуется государственная политика. Видим мотивацию принимаемых решений, когда высшие должностные лица, военно-политическое руководство нашего государства честно и открыто высказывают свою позицию, высказывают позицию белорусского государства. Вот такой, скажем так, тренд открытости, тренд искренности, но он в значительной степени снимает проблемы, которые могут формироваться в информационном пространстве. Конечно, наша власть стала более открытой. Но как ведут себя наши противники, наши оппоненты? Как они себя проявляют? Традиционные информационные атаки, псевдорасследования, попытки дискредитации высшего военно-политического руководства, акцент на негатив, когда любые проблемы, которые, безусловно, существуют в нашем обществе, в нашем государстве, раздуваются до каких-то невиданных объемов. Вот мы сегодня обсуждали яма, ржавая вода, и такое складывается ощущение, что кроме разбитых остановок ржавой воды и ям у нас в стране больше ничего нет. Это один из методов манипуляции сознанием. Выпячивание и превращение единичных фактов в систему. Где-то какая-то незакопанная яма преподносится, как будто все дороги в Беларуси разбиты, государство ничего не делает, исполнительные комитеты не работают, власть плохая. Но если бы это была разовая акция, но ведь это делается постоянно и постоянно воздействует на наших, прежде всего, граждан, у которых может сложиться не совсем правильное понимание ситуации, ложное, ошибочное понимание. Это опять же очередной прием манипуляции массовым сознанием. Постоянное повторение одного и того же в итоге в сознании закрепляет правдивость этого утверждения. Человек волей-неволей запоминает какие-то устойчивые фразы, устойчивые выражения. Чисто психологический прием. Многократное повторение приводит к тому, что он это начинает воспринимать как объективную действительность. И так было в 20-м году, когда повторяли одно и то же. Он не смотрит в окно, что-то происходит, а смотрит в окно. Он слушает то, что ему говорят непонятно кто и непонятно зачем. Нет, им-то понятно зачем, но ему зачем это слышать? К сожалению, есть у нас люди, которые поддаются на эти манипуляции, но таких становится все меньше и меньше. А вот вы привели один из примеров вот таких манипуляций. А какие еще есть методики манипуляции массовым сознанием? Этих методик очень много. Это, к примеру, шок через сенсацию. Можно прочитать в какой-нибудь бульварной газетенке заглавие. Пенсионерам с 1 июля перестанут платить пенсию в Беларуси. А дальше читаем мелким шрифтом, что изменяется порядок выплаты пенсии. Теперь люди, которые не достигли 70 лет, пенсию будут получать не на отделениях Белпочты, а в банках или на карточку. А читатель получает шок от того, что он видит. Как так? В Беларуси больше не будут платить пенсию. Вот, пожалуйста. Другая, изоляция информационная. Это более свойственно нашим соседям. Они сделали все, чтобы на их территории не вещали ни российские каналы, ни белорусские каналы, ни какие-то альтернативные средства массовой информации. Что на Украине, что в Польше. Там повестка определяется их руководствами. К сожалению, повестка не объективная. И фактически они начинают воспринимать нас как врагов. И таких методов можно перечислять очень много. Даже те же слухи, обычные слухи, это тоже манипуляция. Потому что любому слуху можно придать любой отценок. Поэтому способов много. И традиционно при проведении вот этих ИПСО, информационно-психологических спецопераций, агрессор, тот, кто реализует эти операции против нас, традиционно пытается обращаться к самому сокровенному, что у нас есть. Обращается к нашему подсознанию и обращается, назовем так, к категориям священного. Делит мир на черное и белое, на ангелов и демонов. Мир без полутонов. И, соответственно, в тех случаях, когда вот это попадание в нерв общества, ну, например, что делалось в том числе в 2020 году? Массово распространялись слухи о том, что спецслужбы избивают, якобы избивают детей. Да, таких случаев зафиксировано не было. В нашем обществе уважение к ребенку, это факт, да? И распространение, да, то есть вот эта идея священного, да, нельзя бить детей, нельзя их унижать. Дети наши будущие, дети это святое, да? И, соответственно, якобы власть покусилась на это святое. Вот получается, да, вот есть сторона абсолютного добра, вот есть сторона абсолютного зла. И когда противник, да, в данном случае государство воспринимается как абсолютное зло, очень просто сделать следующий шаг. Вывести людей на улицы для того, чтобы они нарушали общественный порядок, для того, чтобы они совершали в том числе уголовные преступления. И обращаю внимание на то, что подобные операции, это не просто один телеграм-канал, это скоординированные действия, которые, естественно, управляются из одного центра, где люди в теплых кабинетах сидят попивая кофе и в соответствии с законами, в соответствии с правилами их проведения реализуют свою черную политику. И сами ни на какую улицу, конечно же, выходить не будут. Нет, они организаторы и координаторы. А как противостоять людям вот таким воздействием, вот таким информационным атакам? К сожалению, мы сейчас очень уязвимы. Развитие искусственного интеллекта привело к тому, что фактически сегодня искусственный интеллект может генерировать любое видео, в котором будет присутствовать какой-то человек, совершать какие-то действия. И неподготовленному взгляду иногда даже будет непонятно, действительно это дипфейк или это происходило на самом деле. Поэтому очень важно сейчас и наше подрастающее поколение, и взрослых людей, особенно старших, которые привыкли доверять всем средствам массовой информации, обучать информационной гигиене. Приведу простой пример. В телефоне есть там различные приложения, которые показывают погоду. Открываешь это, смотришь, показывает солнце, выглядываешь в окно, а там на самом деле идет дождь. Точно так же и здесь. Здесь, услышав какую-то сенсационную новость, досчитайте до пяти и подумайте, а может ли это быть в реальности? Или над вами просто кто-то издевается и пытается вас поддеть на крючок? То есть просто надо реально оценивать обстановку, не жить в каких-то иллюзиях, смотреть на мир широко открытыми глазами, ну и, конечно, в первую очередь доверять средствам массовой информации государственным, как главному источнику информации у нас в стране. Все сомнительные аккаунты в социальных сетях, в каких-то мессенджерах. Ну, поймите же вы, люди, не так все просто в этом мире. И то, что вам пишут, не всегда соответствует действительности. Есть официальная точка зрения государства, есть решения государственных органов. Они всегда выполняются. Об этом рассказывают наши средства массовой информации. Читайте их, сравнивайте, правильно оценивайте. И тогда вы будете защищены от того, что происходит в этом сложном информационном мире. Есть у нас еще два мнения. На этот счет мы пообщались с политическим обозревателем Алексеем Дермантом и обозревателем газеты «Комсомольская правда» Галиной Сапожниковой. Ну, на это что? Нужно реагировать своей активностью, своей лучшей работой, оперативным реагированием на проблемы, которые они будут пытаться эксплуатировать, использовать против нашей страны. Вот это, то есть, качественная наша собственная работа, контрпропаганда. Да, мы должны все эти фейки в просы разоблачать, а с нашей стороны говорить правду, показывать реальность. Иногда даже беспрекрас, чтобы люди верили, доверяли нашим СМИ. Умная пропаганда или ее противодействие, она не должна быть агрессивной и надоедливой. Это вот очень важно, то есть себе дать границы и чувствовать. Совершенно бесспорен смех. Да, это трудоемко, можно сказать, что, допустим, выпускают откровенную ложь. Наше действие самое привычное. Первое, что напрашивается, это немедленно ответить. Но получается, что мы будем догонять ситуацию, проваргать, хотя это тоже важно, хотя бы один канал в Телеграме и в соцсетях, антифейк должен быть, это важно реально. Эффективно было бы и креативно сделать, допустим, раз в неделю какую-то хорошую программу, в которой бы все вот эти смешные и глупые с нашей точки зрения новости просто препарировались, разбирались, комментировались. То есть нужно показывать товар лицом, вернее его изнанку. Вы согласны с мнением, вот как все-таки эффективно переиграть противника? На мой взгляд, мнение экспертов не противоречит друг другу. Мы должны действовать комплексно. Порядок и система всегда бьет класс. Если мы выстроим эффективно действующие сети телеграм-каналов, если будет проводиться скоординированная государственная политика в сфере телевидения, в сфере печатных СМИ, мы тогда будем выиграть. И что правильно мы должны действительно не только отвечать, мы должны сами, в том числе иногда достаточно агрессивно, продвигать свою повестку, чтобы наши оппоненты вынуждены были делать ответный ход. Полностью согласен с Сергеем Александровичем. Но добавлю лишь то, что только правда может победить любую ложь. И наша контрпропаганда должна быть основана на правде. И вот все-таки за всеми вот этими вбросами, фейками стоят, как правило, западные режиссеры. На ваш взгляд, каков сценарий и на что они будут делать упор в ближайшие несколько лет? Стоят не просто режиссеры. Стоят целые специальные службы, которые всю свою деятельность строят на вот этих вот информационных, психологических операциях. И задача у них одна, причем давно. Дискредитация руководства нашей страны, дискредитация руководства России, дискредитация союзного государства. Потому что эта история длится уже не первый год и не первое десятилетие. К сожалению, так была развязана Первая мировая война, так была развязана Вторая мировая война. И сейчас мир на грани третьей. И эти службы, они, вот как Сергей Александрович рассказывал, они действительно координируют всю эту деятельность. Все направлено на то, чтобы дискредитировать существующую власть, чтобы подорвать наш строй, внести разлад в наши ряды. И сделать это желательно руками самих же наших граждан. Да, и сделать это нашими же руками. Любую страну можно брать голыми руками, если там нету сплоченного единого фронта. Потому что войны выигрывают не армии, войны выигрывают народы. И если народ един, сплочен, в своей решимости этот народ непобедим. Но когда его разложить на отдельные группы, на отдельные классы, поссорить по религиозному принципу, по межконфессиональному, по национальному, навязать какие-то чуждые совершенно ценности, этот народ можно брать голыми руками. К сожалению, Украина наглядный пример. Страны Балтии, где русофобство, где антибелорусская повестка дошла уже до какого-то полного идиотизма, также наглядный пример. Вместо того, чтобы дружить, развивать трансграничное сотрудничество, думать об общем будущем, с нами ведут борьбу информационную. Пока. И мы должны на это отвечать. И быть готовыми. Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять, что они будут нагнетать и подводить общественное мнение к электоральной кампании 2025 года, для того, чтобы посеять раздор в белорусском обществе, для того, чтобы на пустом месте повысить уровень недовольства и, соответственно, реализовать свои стратегические задачи, чтобы нашу страну поглотила пучина кризиса, пучина гражданской войны, пучина дестабилизации и развала государства. Для этого надо всего лишь включать голову и думать, что ты читаешь, что ты смотришь, анализировать, критически осмысливать и делать правильные выводы. Совершенно верно. Наше эфирное время истекает. Спасибо за полезную и, главное, правдивую информацию. И к этой теме, я думаю, мы еще не раз вернемся. Спасибо. Не доверяйте кричащим заголовкам. Берегите свой разум. Не позволяйте себя использовать. Это был Прямой разговор. Каждую пятницу мы ищем простые ответы на сложные вопросы. До встречи. Прямой разговор Прямой Прямой Продолжение следует...